Когда братья Бури захватили Вайтран Конечно, тебе уже удалось спасти Вайтран от того дракона Я в долгу перед тобой Но я не понимаю, зачем мне пускать дракона в сердце своего города Когда мы так старались держать их подальше от нас Алдуин? Сам пожиратель мира? Но как нам драться с ним? Разве его возвращение не знак конца света? Ты говоришь, как истинный Норд Я на твоей стороне, Девакин Так, а что это за бредни про заманивание дракона ко мне во дворец? Я хочу помочь тебе, Девакин И я помогу Но сперва мне нужна твоя помощь Как ты думаешь, что будут делать имперцы, пока дракон будет пожирать моих людей? Нет, я не могу рисковать ослабить город, пока нам угрожает нападение врагов Прости Тогда я с радостью помогу тебе воплотить этот безумный план по поимке дракона Но сейчас трудно будет принудить стороны к миру Все очень ослаблены Может быть А если седобороды? Их чтут все Норды Высокий Хродгар Нейтральная территория Если седобороды устроят мирные переговоры Тогда даже Ульфрик и Тули должны будут прислушаться Да, Девакин Может быть, ты сможешь остановить драконов И эту войну в придачу Мои люди готовы и ждут тебя, Девакин Но тебе сперва нужно добиться мира, да? Ну, в общем, разговор окончен Когда братья Буря захватили Вайтран Я серьезно отношусь к работе дела В чем дело? Эх, я помню когда-то Серые Гривы и Сыны Битвы Все, что умеет мужчина, я сумею еще лучше Что выпивку разносить, что троллей валить Все одно Не бойся Хоть драконы, хоть великаны Мы будем готовы их встретить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девакин Алдуин Мы слышали отсюда крик дракона бой Он побежден? Этого я и боялся Я подумал, что это его мы видели Когда битва закончилась Он летел на восток Мы не воины Что сходит с рук дракона рожденным Непозволительно для других последователей пути голоса Ты не понимаешь наши установления Седовороды Никогда не вмешивались в политику Понятно Дракон приведет тебя к Алдуину Но без помощи Ярма Вартурнакс решил помочь тебе Нам придется пройти по этому пути Кажется, даже седобороды Должны склониться под ветрами перемен Да будет так Передай Бульфрику и генералу Тулию Что седобороды хотят говорить с ними Посмотрим Помнят ли они о нашем существовании Передай послание воюющим сторонам Если они послушают Я сделаю все, что смогу Чтобы примирить их Древние сказания говорят Что он может путешествовать в Совнгард Чтобы пожрать души мертвых Тебе нужно узнать, как он это делает Прежде чем он восстановит силы и вернется Да направляет тебя ветер Да благословят тебя боги И пусть земля содрогается под твоими шагами Наверняка Ты знаешь множество чудесных из твоих Уходи Думаю, теперь там никого нет Не так уж плохо быть старым Дочка меня кормит И работать уже не надо Я тебя повсюду ищу Тебе просили кое-что передать Лично в руки Посмотрим У меня тут письмо от Квинта Навал из Винхельма Он сказал это срочно Ну вроде все Ладно, мне пора Ладно, мне пора Ладно, мне пора Я не люблю шикарные одеяния Но тебе они пошли бы Говорят, в сияющих одеждах Хороший выбор Есть что доложить? Я предана империи Мои родители были легионерами И я пошла по их стопам Но что еще важнее Я дочь Скайрима И хочу, чтобы моя страна Вновь обрела целостность Я всегда была дочерью Скайрима Я люблю эту землю И этот народ Таковы все норды Которые служат империи Таким был и Ульфрик Он не всегда был таким Своекорыстным и самолюбивым Он сражался в имперской армии Против Доминиона Но Ульфрик и его братья Бури Обманывают самих себя Только империя способна Хоть сколько-то Сдерживать Доминион Повстанцы лишь подогревают Напряжение И ослабляют империю Отвлекая ее От главного врага Я солдат, а не политик И не тебе ставить под сомнение Мои убеждения Надеюсь Ульфрик одумается Но боюсь он зашел Уже слишком далеко Пожалуй разве что Смерть Ульфрика Или можно свергнуть Всех верных ему ярлов В любом случае Крови будет много Тогда я пойду Давай быстрее Я так понимаю Это нечто важное Мы должны поскорее Выбить Ульфрика Из Винхельма А после этого Мне принесут его голову На плюде Мы должны поскорее Выбить Ульфрика Из Винхельма А после этого Мне принесут его Чтобы голова Ульфрика-буревестника Рассталась с телом Седобороды? Чего от меня хотят Эти отшельники? Что? Нечего тут обсуждать Пока этот предатель Ульфрик Воюет против Своего законного Императора От них много Неприятностей Но меня прислали В Скайрим Не для битвы С драконами Мой долг Подавить это восстание И я это сделаю Есть драконы Или нет драконов Пожалуй верно Даже простая Переброска войск Заканчивается Нападением Драконов Среди Братья Бури Страдают От этого не меньше В таких условиях Даже Ульфрик Может задуматься О перемирии Да Да Хорошо Я приду На этот совет Седобородых Какой бы пустышкой Он ни оказался Драконы Драконы в небе Огнем плюются Вампиры Среди бела дня На людей нападают Конец света Пришел Говорю же Это же крик Как Седобородые В своих горах Если ты тут Какой замок Хочешь Комpan Какой замок Или Подс Компкий Закарт Прикли Тулии квартируют на Белом берегу, забавляясь мыслями о битве Империя все еще недооценивает нашу силу Это ее и погубит Пора им уже отвести глаза от неба и посмотреть на нашу окровавленную родину Чего они хотят? Конечно, я глубоко уважаю Седобородых А нападения драконов происходят все чаще Но политическая ситуация по-прежнему очень деликатная Не все ярлы готовы выбрать меня Верховным Королем Мне нельзя проявлять слабость Я не могу на это пойти, если туда не придет сам Тулий Алдуин? Пожиратель мира из древних сказаний? Если это правда? Ха, что ж Это все меняет, не так ли? Даже Тулий должен будет задуматься перед лицом такой угрозы Да, я дам Тулию последний шанс убраться из Скайрима, поджав хвост Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И так свершилось Люди битвы собрались здесь, в этих чертогах Сами камни которых посвящены миру Нельзя было соглашаться собирать тут этот совет Седобородым не стоило вмешиваться в такие дела Мир? Сомневаюсь Они на некоторое время сложили оружие, но только для того, чтобы набраться сил для нового кровопролития Они еще не устали от войны Совсем нет Знаешь, как в древности норды называли войну? Бесконечная пора Так и выходит Поздно раскаиваться Мы уже здесь Займи свое место за столом совета И мы посмотрим, сколь мудры эти воины Скайрима Итак, Арлгер, не так ли? Ты знаешь, зачем мы пришли? Ты нас спустишь или нет? Вас сюда не звали Вам здесь не рада У нас столько же прав быть на этом совете, сколько и у всех вас Даже больше, чем у вас Потому что именно мы наставили Дывакина на этот путь Да ну, воистину, гордыня Клинков не знает границ Дельфина Мы пришли сюда не для того, чтобы берегить старые обиди Время не ждет Алдуина нужно остановить Ты бы не собрал этот совет, если бы не думал так Мы многое знаем о ситуации и о том, чем грозит нам Алдуин Если вы хотите, чтобы совет добился успеха, без нас вам не обойтись Хорошо Входите Какая встреча Но теперь я знаю, кто и что ты на самом деле Я здесь потому, что обязана Но переговоры с этим убийцей ни к чему не приведут Разве когда-то был прок от разговоров с имперцами? Если ты сможешь остановить войну Драконий предел в твоем распоряжении Не думал я, что когда-нибудь по своей воле окажусь в одной комнате с тульем Ну, без оружия в руках, по крайней мере Пора начинать Алдуин становится только сильнее Мы обязаны добиться успеха сегодня Все уже здесь? Давайте начнем Я рада, что мне выдался случай увидеть этот храм Займи свое место И мы сможем начать Теперь, когда все собрались Прошу занять свои места И мы начнем Надеюсь, что все вы пришли сюда Нет, ты оскорбляешь нас, призвав ее на эти переговоры? Главную гонительницу Талоса Ненадолго его хватило Слушайте, слушайте Я имею полное право здесь присутствовать Мне нужно убедиться Что принятые вами решения Не противоречат конкордату белого золота Она входит в имперскую делегацию И не тебе решать, кого я приведу на совет Пожалуйста Если вы будете спорить об условиях проведения переговоров То мы ни о чем не договоримся Я думаю, стоит послушать Что скажет нам Довакин Борода из мира Ну и наглые же эти имперцы, а? Подумать только Мы будем сидеть с этой Талморской дрянью Нет Либо она уйдет, либо мы Возможно Но приводить ее сюда Провокация Нам нужно показать Тулею Что не стоит нас дразнить Думаю, это ошибка Но я положусь на твое решение в этом деле Но она будет только наблюдать С ней мы переговоров вести не будем Это ясно? Ольфрик, откуда столько ненависти? Это не Талморцы жгут ваши фермы И убивают ваших сыновей Она же вроде на нашей стороне Вы лично знаете, что нет Не в этот раз Теперь, когда этот вопрос решен Мы можем продолжить Минуту Ну вот, началось Я еще раз подчеркиваю, что согласился Принять участие в этом совете Только для того, чтобы избавиться от дракона Я не уполномочен вести переговоры Об окончательном перемирии Если только Ульфрик сам не сдастся на милость правосудия империи Мастер Арнгейн Ты что, позволишь ему продолжать? Генеральное перемирие И дать Девакину возможность справиться с драконами Не более того Мы считаем, что сам факт переговоров с бунтовщиками Это более чем широкий жест Ну хватит, Тулей Если ты пришел говорить, говори Ладно, приступим Мы готовы продолжать? Генерал Тулей Ярл Ульфрик Это беспрецедентный совет Мы собрались здесь по просьбе Девакина Я прошу вас всех уважать дух высокого Хротгара И сделать все возможное, чтобы достичь прочного мира в Скайриме Кто хочет открыть переговоры? Наши условия просты Рифтен должен вернуться под контроль империи Это наша цена за перемирие Элисиф, ты что, собираешься поддержать эту глупость? Неужели ты думаешь, что Ульфрик отдаст Рифтен, как только имперский генерал гавкнет? Весьма серьезное требование, Тулей Ульфрик, ты же не примешь его всерьез Мы удержим Рифтен, сколько бы солдат не прислала империя К тому же, Ярлайла никогда не согласится... Я посчитаю лучшим для Скайрима Это ясно? Да, мой господин Послушай, Тулей Ты же понимаешь, мы не можем подарить тебе Рифтен за столом переговоров Тебе до сих пор не удалось его отбить Почему мы должны его отдавать? Вряд ли генерал Тулей ожидал, что получит что-то просто так Конечно, нет Что ты нам пообещаешь за Рифтен, Тулей? Пустые посулы? Или только имперские угрозы? Хватит, Галмар Ярл Ульфрик, чего ты хочешь взамен? Хочу прояснить одну вещь Сыны Скайрима по горькому опыту знают, что переговоры с Империей Это в лучшем случае пустая трата времени Империя обещает только, чтобы усыпить нашу бдительность А сама готова ударить в спину Воистину Мы не забыли Марка Артули Но я принял приглашение до Вакина И прибыл на этот совет, чтобы вести переговоры честно Этот совет твоя идея, верно? Так скажи нам, чего по-твоему стоит Рифтен? Да, имея Маркарт Мы можем нападать на Имперские обозы из Солитьюда Ты его слышал, Ульфрик Мы получим Рифтен Теперь давай посмотрим, что стоит за твоими красивыми словами Подумай, на чьей ты стороне, брат Я ждал от тебя большего Я знаю эти уловки, Дули Я на горьком опыте узнал цену Имперским обещаниям Хватит Ты проигрываешь и знаешь это Если ты думаешь, что мы просто отдадим Рифтен То совершаешь ошибку Ровно как ваш Император, когда он отдал нашу свободу Талмару Скайрим больше никогда не склонится перед твоей лживой Империей Пойдем, Галмар Нужно было тебя послушать с самого начала Если ты думаешь, что выиграв пару битв, ты выиграешь войну Значит, стратег из тебя еще хуже, чем дипломат Довольно Неужели вы настолько слепы, что не видите настоящей опасности? Вы сидите тут и спорите ни о чем А судьба этой земли висит на волоске Он с тобой, Дольфина Если так, советую велеть ему не болтать зря Он со мной И я советую вам обоим Послушать, что он скажет, прежде чем принимать поспешные решения Вы не видите опасности? Не понимаете, что означает возвращение драконов? Алдуин вернулся Пожиратель мира Уже сейчас он пожирает души ваших павших товарищей Он становится сильнее с каждым солдатом, погибшим в вашей бессмысленной войне Неужели вы не можете забыть о ненависти даже перед лицом смертельной угрозой? Прекрасная речь Но какое отношение она имеет? Закнись Если это правда Про Алдуина Нам обоим есть, что терять, Тулей, не забывай Вернемся к насущным делам Ты знаешь не хуже меня, что мы не можем отдать Рифтен на этих условиях Наверняка у тебя есть на этот счет мысли Еще как есть Так Пустая трата времени Вижу, что лучших условий мы на этом совете не получим Да будет так Цены Скайрима ставят общее благо выше собственных интересов Думаю, мы договоримся Ярл Ульбрик Генерал Тулей Сейчас мы достигли следующего соглашения Рифтен будет отдан под управление империей Ярл Лайла, рука закона, уйдет И новым ярлом Рифтена станет Мавен Черный Березг Империя отведет свои войска от предела И откроет Ульбрику путь к Маркарту Ярл Игмунд отправится в изгнание А новым ярлом Маркарта станет Тонгвар Серебряная Кровь Вы оба согласны на эти условия? Не следовало бы мне соглашаться на столь бесстыдно про имперские условия Но сейчас у меня нет выбора Но когда Алдуин будет повержен Придет черед империи Помните? Эвгер Унслав Можешь собой гордиться, Элисин Из тебя вышла отличная имперская кукла Но берегись Империя не постоянно Они устанут от этой войны И тогда условия буду диктовать тебе я Мне нечего сказать этому убийце Генерал, вы показали себя добрым другом Скайрима Я уверена, вы сделаете все возможное, чтобы защитить наши интересы Спасибо, Ярл Элисин Благодарю за верность Империя может принять эти условия На срок временного перемирия, пока драконы не перестанут угрожать нам Потом, Ольфрик Придет час расплаты Жди его Теперь, когда Империя выброшена из предела Мы можем не опасаться за наши серебряные рудники Серебро принадлежит Скайриму Легат за мной У нас много дел Потеря Рифтена Высокая цена за перемирие, Довакин Надеюсь, дело того стоит Ярл Вигнар Я полагаю, ты знаком с планом Довакина Да, я готов сыграть свою роль Скажи слово, и мои люди помогут тебе захлопнуть ловушку Но есть одна трудность Как заманить дракона в драконий предел? Клянусь Талосом, это отличный вопрос Надеюсь, вы не упустили эту деталь Думаю, тут я могу помочь Я предвидел эту проблему Пока готовилась эта встреча, я работал в библиотеке храмов без снега Дегаторный запас утраченных знаний Но важнее всего, что клинки записали имена многих убитых ими драконов Использовав карту драконьих захоронений дельфины Похоже, я смог определить одного из драконов, которого поднял Алдуй Ты не понимаешь Имена драконов — это всегда три слова силы Крики Позови дракона голосом, и он услышит, где ты Он не обязан прилетать Но драконы от природы горды и не отвергают вызов Услышав твой голос, голос победителя Алдуина Дракон будет заинтригован Я думаю, он не сможет удержаться от того, чтобы ответить на твой зон Да, конечно, я не мастер голоса, как эти достойные господа Но это написано в этом свитке О, да, Винг Крылатый снежный охотник, если я правильно понимаю Когда я вернусь в Тракон, прикажу своим людям готовиться к поимке дракона Нравится мне это перемирие Больше похоже на предательство Не нравится мне это перемирие Больше похоже на предательство Есть еще одно дело Мы знаем о Партурнаксе Партурнакс Дракон, которого все эти годы охраняли Седобороды Он должен умереть Он заслужил смерть И именно тебе предстоит его убить Пока он жив Что ж, прости, но мы нарушим клятву клинков Если будем продолжать помогать тебе Будь их воля Они б заставили тебя сидеть на своей горе Договорить с небом Или что они там обычно делают Седобороды и так боятся силы, что не используют ее Подумай Пытались они остановить гражданскую войну? Пытались бороться с Седобородом? Нет и нет И они страшатся тебя Твоей силой Поверь мне, не нужно бояться Подумай о Тайбере Септиме Думаешь, он основал бы империю, если бы слушался Седоборода? Решай, Седовакин Ты либо с нами, либо против нас Слушай Он помогал Алдуину поработить наших предков В конце он, может, и предал Алдуина Но это не красит его репутацию Скорее наоборот Нельзя дать Партурнаксу возможность Предать теперь нас И вернуться к своему господину Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok